Артист, на встречу с которым я спешу этим мудрым, хорошо знаком каждому из вас. И если вдруг вы его не видели, то слышали уж точно. Именно его голосом говорят Брюс Уиллис, Билл Мюррей, Дастин Хоффман, Доктор Хаос и даже герой нашего детства, Скрудж Макдак. Один из самых востребованных актеров Санкт-Петербурга. Народный артист России Валерий Кухарешин начнет с нами свой день сегодня. Валерий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Юбилеем вас. Спасибо большое. Вы вообще как относитесь к своему дню рождения и в целом к возрасту? Я не могу сказать, что бы уж очень положительно, но я считаю, что возраст человека все-таки зависит от того, как он себя ощущает. Я, слава богу, последние годы ощущаю себя не на свои годы. А на сколько лет это ощущается? Ну, на 35. Мне сейчас так стало нравиться жить. Если раньше театр был всей моей жизнью, были брошены какие-то дела, дети, и жизнь была только здесь, то сейчас у меня немножко по-другому я смотрю на мир. Театр остался важный, значимый, но частью жизни. Не всей жизнью, а частью. А жизнь намного интереснее и важнее, чем театр, чем кино. Это я понял. Я сейчас столько сил замечаю. Я получаю столько радости от жизни, от общения с природой, с людьми, которого раньше не было. И это, как ни странно, очень помогает в работе. 42 года в молодежном театре на Фонтанке, принимаете участие в других театральных проектах, снимаетесь в кино. Не возникало желания пойти в преподавательскую деятельность. Я люблю работать с молодыми людьми. У меня четверо детей, 9 внуков. И мне кажется, я понимаю что-то в общении с ними. И год назад я даже уже согласился преподавать, но потом еще раз подумал и отказался. Потому что я считаю, что вообще дар педагога – это очень редкий дар. Он встречается, судя по моим наблюдениям, гораздо реже, чем, скажем, дар актерский или режиссерский. Этому надо отдавать очень много. Много сил, много души, много времени. А пока у меня, к сожалению, время ограничено. Вы – настоящая легенда отечественного дубляжа. Как так вышло, что вы озвучиваете практически всех голливудских звезд? Вообще, с чего все началось? Сейчас техника, компьютеры. А я еще пришел на студию «Лимфильм», будучи молодым артистом, когда еще были нарезаны кольца из пленки. Мне кажется, это просто какой-то дар. Я знаю замечательных актеров, талантливейших, но у которых это не получается. Ну, как бы не дано. Мне кажется, это дано. Тут такие тонкие вещи, как бы интуитивные. Тут вот не объяснить, как сделать так, чтобы голос не отлипал от лица. Такое есть выражение. Да, я оплачиваю счета за телефон. Обслуживание меня устраивает. Мне доставляет огромное удовольствие. Тем более, когда ты дублируешь замечательных артистов. Естественно, ты многому учишься. И даже иногда тебе хочется что-то немножко другое сделать, как тебе кажется. Это более правильно. Более, может быть, даже талантливо. А режиссер говорит, нет. Мне нравится. Я просто кайфую от этого. Эта улица, которую мы называем сегодня Малым проспектом Петроградской стороны, в начале 18-го... Петербург тоже говорит вашим голосом. Вы принимаете самое непосредственное участие в создании спецпроекта нашего телеканала «Малая Родина Большого Петербурга» об исторических районах нашего города. С этой передачей, такой случай в моей жизни, с фонтанки от Петербурга концерта через Невский проспект, разворачиваюсь на другую сторону фонтанки. И вдруг пост ГАИ. И палочка мне. Господи, что вот я передумал за эти, наверное, полминуты, пока я, значит, парковался. Ну, открываю окошечко, он говорит, старший лейтенант Иванов. Я говорю, народный артист России Кухарешин. И здесь он так, да-да-да. Я говорю, ваш документ, пожалуйста. Я слышу такие слова. Ой, так вы же наше достояние. Малая Родина Большого Петербурга. Конечно, проезжайте, отдает мне документы. Я, спасибо, отъезжаю. И потом, господи, он же даже лица моего там не видел. То есть, значит, ему нравится программа, он услышал голос, кто это там, наверное, посмотрел, запомнил фамилию. И я потом режиссеру Александру Щербоносову говорю, Саша, ты представляешь? Он говорит, да ты что! Ну, это очень приятно. А мне-то как было приятно. Когда у вас бывает свободное время? Как вы любите его проводить? Я люблю рыбалку. Лето, тишина, там, утро. Все это с природой. Ну, что зимой хорошего? Холодно. Но кто-то мне из друзей сказал, ну, попробуй. И я однажды пошел и вдруг понял, что если правильно одеться, то тебе не холодно. Если и можно зимой поймать очень хорошую рыбу, если знать где и как. Самую большую рыбу я поймал щуку на 8 килограммов 650 граммов. Боже мой, какого это размера? Ну, если потом покажете фото, это, конечно, рыбаки все, понимаете, так показывать. Но у меня есть фото. Существует примета, что этот ангел исполняет желание. Вот чего сегодня хочется пожелать самому себе и зрителям телеканала «Санкт-Петербург». То, что я хочу пожелать тебе, я вам не скажу, пусть это будет секретом. А зрителям любви, чтобы она присутствовала во всем. Чтобы человек не терял этой радости жизни, существования. И ощущал все-таки себя частью вот этого прекрасного мира, который нас окружает. Давай за это и потрем ему носик. Давайте. Редактор субтитров А.Семкин